Мои уважаемые ученики, завершена большая работа и вашему вниманию я представляю обновленный видеокурс, с помощью которого вы сможете всего за 11 уроков научиться свободно и легко плавать кролем. Переходите на ссылку в описании под видео и узнайте, как можно приобрести этот курс. Главное же в нем – шестой урок. На протяжении последних трех месяцев я отрабатывал новый подход к обучению новичков, как правильно дышать при плавании кролем. А увидев, что этот метод работает в 100 случаев из 100, я записал новые удобные приемы. А сейчас более подробно о программе курса. Урок номер один – введение. Плавание кролем бывает разным – спринтерский шестиударный кроль, чаще на короткие дистанции, а также упоительно приятный и сохраняющий силы двух- или четырехударный кроль. В этом курсе я научу вас плавать всеми видами кроля. Урок номер два. За 30 минут обучу держаться на воде тех, кто еще совсем не умеет плавать. Шаг за шагом я покажу очень простые и понятные приемы, с помощью которых вы поплывете самостоятельно, а после начнете обучаться плаванию кролем. Урок номер три. Как только начнете расслабляться и опираться на лоб в воде, жизнь сразу станет налаживаться, и почувствуете, что вы и вода одной крови, и вам намного легче станет плыть. Именно поэтому разучиванию баланса в воде посвящен этот урок. Урок номер четыре. 90% начинающих делают одну и ту же ошибку – крутят педали в воде. Суеты много, а продвижения почти нет. Упражнения кисточка и хвост дельфина помогут исправить эту ошибку, и вы почувствуете, что буквально поставили на свои ноги турбины. Урок номер пять. Быстро махать руками мельницей, делая при этом короткие грибки – вторая главная ошибка новичка при плавании кролем. В этом уроке мы сначала научимся делать длинный мощный грибок, а затем расслаблять руки и правильно вкладывать их в воду. Урок номер шесть. Я начинаю обучать дыханию в кроли с плавания на спине. Эти приемы очень просты и удобны, как для малышей, так и для взрослых. Шаг за шагом мы выполним вместе простые движения, которые приучат вас поворачивать лицо в воду, а затем обратно, постоянно опираясь на голову в воде. Следуя им, вы буквально за несколько дней научитесь правильно дышать во время плавания кролем. Просто кайф от того, что я плыву и не устаю так, как раньше уставала. Урок номер семь. Двухударный кроль – самый простой и удобный вид кроля. Почти одновременно вы сначала делаете удар правой ногой и правой рукой, а затем то же самое – левой ногой и левой рукой. Это упоительный стиль плавания. В этом уроке мы сначала научимся им плавать на задержке дыхания. Урок номер восемь. Переворот с груди на спину и обратно. Этот прием окончательно подготовит вас к дыханию в двухударном кроле. Точно следуя моим советам, вы поплывете с дыханием уже и этим видом кроля. Урок номер девять. Четырехударный кроль – это продвинутая версия двухударного кроля, когда вы делаете четыре удара ногами на два грибка руками. В этом уроке вы освоите ритм этого кроля и поплывете еще быстрее и свободнее. Урок номер десять. Шестиударный кроль – самый мощный и быстрый стиль кроля. Шесть ударов ногами на два грибка руками. В этом уроке мы по шагам выполним упражнения, с помощью которых вы поплывете шестиударником. Урок номер одиннадцать. А чтобы еще больше увеличить скорость, я обучу вас продвинутому грибку при плавании кролем. А еще хотел добавить, что в этой версии курса я уделяю повышенное внимание не только обучению дыханию в кроле по новому принципу, но и разворотам плеч. Чем больше кролист плывет на боку, тем меньше сопротивление испытывает его тело в воде и тем меньше сил нужно тратить на продвижение. Кроме того, разворачивая тело с боку на бок во время грибков, плавец подключает к работе широчайшие мышцы спины и косые мышцы живота, а не только руки. И от этого выполнять грибки становится еще легче, а все скольжение становится более удобным, гармоничным и менее энергозатратным. Также в курсе дан ряд новых подсказок и приемов, как разобраться с ногами и сделать их работу более правильной при плавании кролем. Кроме того, в качестве бонуса к этому курсу вы получите четыре закрытых видеоурока по плаванию кролем. Первый урок. Как же правильно заводить кисти в воду? Второй. Прямые или согнутые руки при проносе над водой? Третий. Полезный прием для новичков при плавании кролем? И четвертый урок. Как научиться плавать, используя индекс обезьяны? А чтобы узнать, как приобрести этот курс, переходите на ссылку в описании под этим видео или по аннотации в конце ролика. А на этом пока прощаюсь. Хороших вам тренировок и подписывайтесь на канал, если хотите первыми узнавать обо всех его новостях. До встречи. Пока.